Команда Spirit попытается сейчас очень быстро под раскидку выйти на точку. А Смокбанк Кейбл пытается кого-то поймать пока что безуспешно. Дима пока что не прошел, но Фурия уже получила первый хэдшот. Это арт, который будет очень сложно заходить. В итоге его забирает Дима. Сам Дайан дальше проходит против Юрии. Тут будет очень сложно команде Фурия совершать данный результат после установки бомбы. Я напоминаю, что у них есть один набор дефузов. Это Ксерата. Молниеносно команда Team Spirit залетела просто на базу А, разрывала здесь оборону. Но, тем не менее, шансы, в общем-то, есть у Фурии. Здесь 3 в 4, уже 3 в 3. Есть щипчики. Ксерата может здесь раздефузить бомбу. Однако сам Дайан делает очень важный минус по Вине. В планете работает Ксерата. В итоге ситуация 2 в 2. И, в общем-то, довольно неплохо все складывается для бразильцев. Ой-ой-ой, тут еще один хэдшот залетает. Очень сложно будет дальше пройти Эйблу. В итоге он забирает кул, где там в смоке уже бомба дефузится. Да, в кос пытается пресечь этот дефуз. Ему будет очень сложно, но Эйбла забирает, но там все-таки команда Фурия смогла разминировать эту бомбу. Ну, пока не в туалетах. Да, это, возможно, база А. Но у Фурии здесь 2 человека. И человек, вот этот вот парень со скаутом Уязвим. Сейчас он может погибнуть. Отличное начало для Spirit. Колди, Дима делают по фрагу. Все, база открыта. Да, МП9 пытается выйти на размен. Пока что не получается. Колди забирает уже эту позицию под контроль. В общем-то, тут у Ксерата было минимум шансов, чтобы перестрелять противника. Да, Spirit сразу же отыгрывается после отданного пистолетного раунда. Саша, у нас проходной двор на базе А, походу. Да, да. Ну, там, ребята, на самом деле, такое ощущение, что не ожидали вообще форса. То, что там будут выходить просто дефолтные какие-то пистолеты. И, в общем-то, они с легкостью смогут их принять. В итоге Винни последний тоже погибает. Был размен до вкост-пал. Два игрока, которые играют на базе А, довольно активность себя здесь проявляет в туалетах. И вот, судя по всему, первое столкновение под флешку. Выход. Юрий делает фраг. Сотфик на размене. Там также Сотфик... Так же. Ну, это все тот же Сотфик. Делала два минуса, четыре в три ситуация. Но что-то там не получилось. В общем-то, это выходец из Фурия Акедами. И сейчас он пытается там помочь Эйблу. Уже, кстати, ну, не повезло. В общем-то, там дальше выходит уже Ксерата под флешку. Но она не самая успешная. Кулди его забирает. Последний Винни врывается на коннектор. И его уже успел убить сам Дайян. Опять же, лонг от Спирит. Опять же, флешечка под Юрия. И будут сейчас его отсюда выпадать. Ой-ой-ой, там коннектор флешка выпадает от Юрия. Минус Дима уже получается там еще уйти обратно. Не получается дальше пройти до в косту. Сотфик только сейчас включается в эту борьбу. Пока что размер не самый лучший для команды Спирит. Но они все же пытаются дальше выйти. Кулди, Сирата, неплохо. Кулди, Сотфик отлетает. Тут Арт тоже подключается. Но с другой стороны, тут как-то вот совсем не вместе получается ребятам ворваться на эти позиции. И последний остается только один сам Дайян, который уже выходит на точку Бену Эйбл к этому готов. Второй раунд для команды Фурия. И, в общем-то, контроль карты на данном этапе явно за Фурия. Еще и врыв. Зика, какой минус. У Твинни также с коннектора Арт приходит на болото делать еще один фраг. Но в Спирит и ответит. Просто разорвали сейчас болото бразильцы. Ну и тут понятно, что снайперская винтовка атаки не сможет выйти по данному направлению. Неплохо. Хард врывался, но сам Дайян был готов к этому агрессивному муву от своего соперника. В общем-то, пока что только один фраг. Два в четыре ситуация. И двойной перевес у соперника, но тут Твинни с Аугом не пройти. Ну, один игрок здесь у нас. И он дальше идет в агрессию. Сейчас какой тайминг. Как же неприятно может быть сейчас для команды Спирит. Юрий, чеки лево, бро! Он сейчас даст информацию о том, что это скорее всего Б. Да, увидели там одного сам Дайянга. В итоге по Юри. Есть информация, Сотвик разворачивается, забирает его. И это быстрый выход А. Там уже мчится Сирата. Очень важно сейчас под флешку ворваться на точку, потому что с дефолта, с этой ступеньки будет очень сложно работать. Флешка все-таки еще разлетает. Колодя замечает противника. И тот еще и вступает в Молотов. Отличная работа от команды Спирит. И Арт тоже погибает от Довкоста. Два в четыре. И тут уже Винни пытается там кого-то еще дальше найти после убийства Димы. Но опять же нужно идти на ретейк. Наверное, еще через банка. Бомба уже тикает. Ну, щипчики есть. От Колди. Сотвик забирает Винни. Ну, можно уходить на сейф. Я думаю, что Эйбл здесь понимает, что шансов не так много. Капитан команды Фьюри и Спортс должен рано или поздно включаться со своей снайперской винтовкой. Колди. Кстати, готов под флешку ворваться дальше на туалет. И тут Юрия довольно активная позиция будет за смоками. Сотвик к этому готов. Арт забирает Диму. Это было очень важно, учитывая то, что не было кого-то рядом, чтобы успеть разменяться. И Арт и дальше держит этот угол. Все-таки Винни забирает, но тут же размен от Колди. Пока что все неплохо для команды Спирит, но как пройти дальше на эту точку А? Спуск в коннектор. Заходят на базу Б. Есть два молота. Ставится в пакет. Позиции, в общем-то, тоже неплохие. Один монстр, один плент и болото. Все есть у Спирит для того, чтобы выиграть этот травм. Будет ли подсадка на хлопе? От игроков защиты это тоже очень важный вопрос. Есть контакт. Да, в кост. Вантап на Ксерата. Все-таки подсадка не сработала. Арт пока что на девятке. Вообще никого не может найти со своим АВП. Сейчас у них будет 2400. Но да, нужно сделать одно ЭКО. То есть, в общем-то, надо делать ЭКО. Быстрый выход на монстр от команды Спирит. Да, так и есть. Флешка уже должна полететь. Винни должен ослепнуть просто в хлам. Там была подсадка, которая разрушена. Дима пытается дальше пройти по своей же флешке. Как же круто получается сделать этот Б-план. Дима! Второй минус уже получается сделать. Дима, третий, вот этот Б-план играет еще один человек. Его не проверили. Нет инфы по нему. Ой-ой-ой-ой. Там в споке у нас казачок все-таки может ворваться неплохо. Винни пойдет в 150-й. А дефузит ли бомбу сразу? Вот вопрос под шумок. Но тут будет очень сложно. Он пытается найти свой фраг за монстром. Ну и Колди замечает врага. Это минус один. Два в пять ситуация. Спирит потихонечку, потихонечку набирает в экономику. Пока что активности на Зиге у нас будут продолжаться. Флешка полетит или нет? Сейчас будет контрагрессия очередная. Вот она, крыша. Никто не слепой. В итоге Сотвик забирает одного. Это был Эйбл. Винни тут же разменивается. Минус капитан. Заходят два плюс два. Сейчас Спирит. Винни уже могут быть у него проблемы внутри. Однако он делает минус по СДК. И тут же отвечает Довкост. Ну же, где Холпа? Вот он, размен. Довкост. 2-2 ситуация. Довкост мажет по девятке. Там два игрока команды. Фурия. Вау. А там не было попадания. Как? И там АВП на ретейке. Это тоже очень сложно. Возможно будет для команды Фьюрия. Арт миссис Юрия. Должны выйти через банк. Дашки не летят. Тогда минус один. Один на один ситуация в итоге. Юрий против Голди. 60 против Сотки. И Юрий все-таки убивает соперника. Даже не используя здесь зум. Очень часто там тоже любят игроки защиты располагаться, чтобы убить Зик. Но пока что раскидка от команды атаки. Тут уже Димов готов вырываться через Зик. Сам Даян забирает вместе со своим тиммейтом Винник. Сирата тут же отменяет выход через Зик. И в общем-то очень тут долго все делают ребята из команды спирит. Там перетяжка полная. Должна уже быть от Фьюрия. Но все-таки Эйбл не справляется. Молотовы на болото. Сюда на водичку вот эту вот маленькую. Поэтому все четенько. Сотфик делает фраг. И надо уходить бразильцам на сейф. Здесь нечего ловить. И они так было видно. Знаешь, довольно робко и аккуратно пытались делать этот ретейк. Все очень хотят, чтобы прошло на высоком уровне. И игра у нас первая. Идет на высоком уровне. Хорошие скорости и интересный экшен. Арт, наверное, здесь его не отпустят. Есть размен от Колди. Выход через коннектор. Спириты даже не пытаются дальше пройти. Они понимают, что возможно подсадка идет за смоком от противника. Как Колди прошивает вода гексера, то там, кстати, остается еще один противник. И было бы неплохо его прочекать. Эйбл! Ну, что ты будешь делать? Анлуко. Я не могу сказать про Фурию, что у нее тоже у них там что-то как-то идет не так. Вот да, Арт в прошлом раунде это вопрос. Или это даже в этом раунде. А это в этом раунде было. То есть ты идешь в соло-мидл. Чувак, серьезно? То есть подожди. А ты как бы не думаешь о том, что тебя разменяют и все. У тебя сразу же дырка в обороне. Но ты должен быть сплавом Гардиана, Симпла и Девайса для того, чтобы там в соло играть. Спирит, в общем-то, это выход на точку атом. Очень сложно Эйбл занять какую-то позицию. Там все просто горит. Все в смоках. И бомба вскоре будет поставлена. Хотя Винни попытается забрать кого-то там. Неплохо Эйбл ворвался. В итоге Дима после этого остался красный. Софик разбенивается. Ну, вернее, уже убивает соперника, потому что Дима еще живой. По три игрока в туалетах это проблема. Юрий включается, делает Саука. Уже третий минус. Могут быть огромные проблемы. Они уже есть у команды Спирит. Один в два. 36 хп. У сам Дайянга пытается дальше пройти. Хая неплохая. В итоге забирает одного соперника. Один на один. Один на один. 4 хп в итоге остается у него. Перегруппировались, конечно же, Фурия. И оставили одного на Б. Это Эйбл, который играет на болоте. Выпад отличный от Юрия. Флешка тут же в ответ. Сейчас будет разбит. Нет, не будет. Как же хорош. Ксерату как же вовремя он врывается. Он делает два минуса. Ксерату три минуса в итоге с этой Эмки. И это пятый раунд для Фурии. Я не верю. Здесь, конечно, Виктора как бы он был неплох. Хотя он действительно неплох. Мы видим. Но будет очень тяжело. Один в три. Ой, спрей. Нет, все-таки не получается добить Арта. Это будет выход на Б. Дима идет контактом. Это неплохое решение. Флешек нет. Не открывает свою позицию Спирит. И могут быть здесь проблемы. Потому что три игрока. Уже четыре игрока. И Эйбл на монстре. Как же хорош. Винни также подключается делать дабл с Калаша. И Давкост последний один против четверых. Ну, тут смогли стабилизироваться ребята с команды Фьюрия. Все-таки Серата заканчивает своим фрагом эту половину. 9-6. Ну, в общем-то, с таким набором можно построить хороший выход куда-либо. Но здесь вопрос в том, что Медле засада. Сам-то Ядков будет делать минус. Однако Винни с вертухи. Также Эйбл делает фраг. Проблемы у Спиритов. Однако Давкост играет на фантале. Как же неплохо было только что сейчас от Давкост. Решили разделиться. Это вопрос. Колди идет на монстр. Справа пока не чекает. Чекает. Делает фраг. Уже 2 в 2. Остался Винни и Ксерата против Колди и Сотфика. Так, на халпе нашли противника. Сирата пока что закрывается на бочках. Убить бы Винни. Да, получается Сотфик убить бы. Там бомба уже девхозится. Что они вытащили вообще. Забирает оппонента. Да, все-таки бомба раздефужена. В аналогичном случае у Фуи человек был со скаутом на шарте. Его сразу же там просто обезвредили очень быстро. Хае там никого в итоге не достает. В общем-то Курия пытается дальше пройти. Это комбинатская длина плюс туалет. И Колди забирает уже Юрий. Ой, неплохо. Арт пытается дальше ворваться. Бомба уже устанавливается. Ситуация 5 на 4. Эйбл. Все еще нет фрага. Сам Дайан взрывает Сирата. Давкост. Дальше вышел. Арт погиб. Все, можно уходить на сейф. Бомба стоит. Но с другой стороны под бомбу можно еще как-то сыграть. Алексей все-таки напоминает то, что есть смок у Давкост. Было бы неплохо положить его уже. Но нет, пока что до этого не доходит. Да и зачем? Если вы все-таки просто там выходите с двух сторон и расстрелите противника. Чего-то кроме воды перед базой Б у Фурии ничего не готово к заходу. Флешка. Подсадка тут же от Колди сам Дайанга. Там если повинено погибает он без шанса. Вот этого Ауга. Первый фраг от команды Спирит 5 на 4. И в итоге ситуация Юри просевший очень сильно. У него три гранаты. Пошла перетяжечка из-под базы Б у Фурии. Они через коннектор стягиваются под Арта, который стоит, мы видим, на старте. Практически уже на выходе из туалета. В смысле неплохо здесь. Да, хороший выстрел, в общем-то. Там такой пиксель, что тебя деглы просто не найдут. Вот при всем желании тут раскидка пошла от команды Фьюри. Смок у машины. Уже Арт пытается дальше пройти. Но там Давкост пытается закрыть. Пока что нет фрага от команды Атаки. Давкост еще и по второму Сератору работает. Эбл! Эбл неплохо, хатчетно. Давкост тут же нокаутирует его в следующий раунд. Они должны показать себя и показать своим болельщикам то, что не так уж и они расслабились. После своих побед на Майнере. Сертфик неплохо врывается. В итоге два фрага. Винни тоже погибает, хотя флешки летели не самым лучшим образом. Спирит только один. Давкост на базе А. Как такое может быть? Полетела флешка. Есть информация. Давкост может сейчас погибнуть. Мажет. Как же было важно здесь попасть. В итоге Эйбл делает минус. 10 секунд до конца. Пакет сейчас должен устанавливаться. Еще один минус от Ксерату. Тут же отвечает сам Дайянк. И в ответ уже минус от Ксерату. Два в один ситуация. На Банан пока что никто не смотрел. Но если что, они смогут сразу же дабл пик сделать. Для того, чтобы Дима не смог взять этот раунд. И нормально выйти на первого и на второго соперника. То есть у него до Эли возможно не будет. Один на один в итоге ситуации. Ксерата падает. Это ошибка. Прочекал Эйбл. Последний выходит. Обещу плавка полетела. И Дима. Очередной плавкой для Каблада и Спирит. Уже такие у нас были моменты. И видимо будут прощупывать базу Б. Мне вот интересно. Можно ли назвать это пиксель волком? То что только что вот. Ну понятно, что это дефолтная подсадка. Все это посмотрели. Но дело в том, что там такой пиксель. И произошел размен. И размен. Да. Один на один. В итоге Диму потеряли. Арт тоже погиб. 4 в 4 ситуация. Квартетами будут дальше отыгрывать обе команды. Пытается все-таки выйти. У нас дуэт Фурии через монстр. И сам Дайанга не закрывает. Сирата чекает позицию. Но смог не самый лучший. Под себя в итоге летит. Бомбу будет очень сложно ставить сейчас ребятами из команды Фьюрия. Даже учитывая то, что они имеют большинство флешков. Полетела. Голди. Должен был прочекать по девятке. Чекает. В итоге не забирается. Отвыки, вероятно, размене против Сирата. Должны они рано или поздно были выступить. Но там слишком хорошо его прикрывали тиммейты. Должен был счет типа быть там 11-8. Да, то есть условно говоря. Это я к тому, что реально Фурия упустила возможность сломать эту игру. В Сире пойдут в коннектор. Да, они идут. Они пойдут кучкой. Неудачный тайминг для Юрия. Он отворачивается. Сейчас, по-моему, его заметили. И идут просто душить. Тут из-за угла сейчас подойдет. Но получается в итоге Юрия забрать только одного колди. Тут же два хатшота от Довкоста. Будет АК-47 на руках. Ну и дальше Дима уже на девятке тоже показал себя. Ну и Винни даже не принимает эту дуэль. Не будет рисковать. 8-13. 12 потихонечку Фурия летит. Они строят этот камбэк. Кстати, здесь еще один размен. В общем, таксиразы потеряли. Такое ощущение, что они вот зайдут. Ты понимаешь, там такая сложная позиция, где ты не можешь щелкать зумом. Потому что сразу там еще флешка полетит. Тебя убьют. Дима пытается выйти. В итоге Винни забирает его после Молодого. 5 на 4. Ситуация очень остро. Все это дело смотрится на колди. Забирает. Арта пока что не было размена. Была информация только от Мограффити. Эйбл тоже включается неплохо. 4 в 3 в итоге. Ситуация 1. Игрок преимущества для команды Фурии. И тут же оно укрепляется. Винни забирает сам Дайанга. Ситуация 2 на 4. В коем случае нельзя закрываться. Алексей, ты знаешь, мне почему-то кажется, что при таком счете, в принципе, ты можешь себе позволить еще играть активно на карте. То есть 8-13, в общем-то, все неплохо. Ты можешь еще где-то вот поджимать. Но то, как играла команда Фурия, которая активно закрывала соперника на длине и встречала на зиге. По точке B. Сот в итоге забирает у нас Винни, выходящего на яму. Очень важно, конечно, сыграть дальше с этим Аугом, как Сирата, скорее всего, закроет противника. Да. Просто без шансов там проехались по соперникам. И порадовали своих болельщиков. Ну и нас всех, кто смотрел вообще эти матчи совсем недавно. Сирата. Закрывает сам Дайанга. Это не дефолтный пистолет, а команды Спери, которая мчится. Но почему-то по одному ребята не могут даже выйти. Сирата. Минус 4. Возможно, это будет Эйс. Если Сотфик подойдет. Но Сотфик пока не ходит. Ну, нет никакого смысла вообще с деглом там мчаться. Тебе нужно найти какие-то фраги. Не дать Эйс оппоненту. Сотфик делает фраг по Винни. Так, ну и в итоге Ара добирает. Но должен там все-таки третий тоже перетягиваться, если не ошибаюсь. Это Колди. Вот она закидка. Сам Дайанг на хелпе пытается что-то сделать. В итоге Сирата забирает Диму. Пока что без поддержки остался Виктор. Юрий! Закрывает Сотфика. Уже ситуация плачевная для команды Спирита. Они слишком закрыто играют. Но сам Дайанг выбивает бомбу. Ай-яй-яй! Она должна была вылететь все-таки за борт. Дайанг в итоге забирает одного Сирата, но тут же размен. Колди включается в ситуацию. Вот пытается Юрий дальше пройти, но дело в том, что закрыто пока что. Колди там флешка неплохая. Бомба только сейчас устанавливается на девятке. Замечает Довкоста Хе неплохая. 70 хп остается у Юри. Еще одна. 40. В итоге Кейбл скрывает там Колди. И в итоге Довкоста уже будут вместе ждать ребята из Юри. Или дабл пик будет сейчас. Выход. В итоге один-давая ситуация тут была очень сложная. Очень опасно как-то они так вышли. Сначала один, а второго оценили, кто у нас там является фраг-лидером. Сейчас у нас небольшая засада от Team Spirit в коннекторе. Неплохо. Сам Дайанг делает фраг по арту. Ну и что? Было бы неплохо реализовать также этот АТК-47? Ну, кстати, очень важно то, что там не показался второй игрок команды Spirit. Слажки полетели. Там на длине сейчас будет экшен. Есть вантап от Эйбла. Сотфик погибает. Но и не могут выйти Довкост вместе с этим на рассмен. Дело в том, что там еще был Молотов хороший от игрока атаки. Но вот сам Дайанг неплохо разруливает САК-47. Двигаются через Монстр. И здесь будет, возможно, встреча с Юрием. Как же так? Ну, еще Юрий, как же так? Нельзя ошибаться. Действительно, согласен с тобой, Аксей. Ну и сам Дайанг в итоге убирает еще одного соперника. Три в два ситуация. При этом нет дефузов. Напоминаю, но бомба уже тикает. Там еще есть Молотов от сам Дайанга. Было бы неплохо куда-либо его закинуть. В итоге летит он на граффити. И Винни встречают и Довкоста, и Виктора. В итоге последний погибает Колди. 12-13 это минимальное преимущество. Хотя, видишь, бомба все-таки на длине. Опять же таки, Сирата, он там стоит, потому что должен давать информацию своим тиммейтам о том, как перетягиваться команда спирит. В итоге Винни забирает соперника, который действовал под флешку своего тиммейта. Молотов неплохое на дело в том, что Фурия будет заполонять вскоре эту точку А. Колди, флешка еще одна полетела. За плентом пытается дальше проживать. Разрыв от Юрия вместе со своим тиммейтом. И в итоге уже ситуация 3-5, еще будет Сирата, который заходящий в спину тут игрок. И это, наверное, шах и мат команде спирит, которая все же пытается отойти на сейф. Очень непонятная смерть на дуге от сотфика. Я этого, честно, не понял. Под флешку врывался, Алексей. То есть летела там ослепляющая для того, чтобы кого-то убить на банане, отойти. Но не получилось. В итоге Сирата подрезает Довкоста. И придом у нас не было близких ситуаций, Алексей. Вообще, да. Потому что были просто выходы и размины в пользу команды Фьюрия из Бразилии. У нас в похожем ключе была первая сторона тоже. Вот вроде как одна команда на карте. Притом вторая команда каким-то там чудом вроде как взяла 6 раундов. И теперь вот совершенно зеркальная ситуация. Опять же происходит то же самое. Юрий и компания должны прочекать данное расположение. Там еще довольно активно топает детская площадка. Нет, все-таки Юрий отлетает. А сам Дайан забирает еще одного соперника. Это один магазин. Это Соло. Вау. Эйбл не отпускает все же противника, который должен был перезаряжаться. Без него используют другие точки спирит. Ну и вообще-то тут уже перетяжка от Колди. Тоже было отмечено. Должен полететь Молотов ему под ноги. Сирата идет дальше через правую сторону этой точки. Ну и сейчас отлетит у нас Дима. Не та позиция на самом деле. Дальше Сирата идет. Колди классный остается после него 16 кгп. И все-таки еще забрал Долковстан. Но Колди включается с другой стороны. Ситуация 2 на 2. Есть СГ и Калаш на руках у команды Фьюрия. И подлетает все-таки Сотфик под этот хэдшот от Винни. Там просто наперед залетало. По Колди была информация. Еще раз повторюсь. Потому что именно он был замечен выходящими игроками на Монстр. И именно он забирал одного из игроков в атаке. Дима. Ну. Ну. По нему нет инфы. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Должен все-таки Дима добирать Эйбла. Еще один минус от Димы. Как же неплохо здесь. Вот она агрессия. Но ты понимаешь? На самом деле Фьюрия очень странно здесь сыграла. Выход через Зиг тоже свой показал. На девятке никого не замечает. В итоге за планетом сейчас будет чекать. У-у-у-у. Как это может быть интересно. Посмотрите. Все-таки прошел он через МакГолди. И на перетяжке в итоге погибает. Где размет. Есть. Сам Дайан забирает противника. Откуда она закрывается мелок. Винни тоже погибает. И эта бомба все-таки вылетает под ноги. Игроков команды Спирит. Арт последний. Снайперская винтовка на Монстре находится. 30 секунд у него есть, чтобы разрулить. Нет. Как же неудачно торчала голова. Возможно. Прямо сейчас мы увидим заход. 30 секунд до конца раунда. Какой же ювелирный смог сейчас прилетает от Виктора. 25 секунд. Начинается заход у Фури. Минус Виктор. Проблемы здесь могут быть. Дима падает. Эйбл делает фраг. И Тим Спирит в ситуации 3 в 4. Возможно стоит и не на сейв. Хотя Колди старается до конца. Забирает Фьюри в этом смаке. 3 на 3. Есть дефузы у Довкоста. И Колди Сотвик с одной флешкой тоже будет идти на перетяжку. Но с другой стороны Винни в спине. И это проблема команды. И Спирит, которая все еще идет на ретейк. Винни забирает Довкоста на 9. Надо разменяться. Сотвик забрал в итоге арта. Ситуация 2 на 2. Нужно пройти дальше. Но Колди в салфе не выходит. До сих пор Эйбл забирает Сотвика. И Колди был слишком медленным. Почему? Потому что он ждал салфе в спину. И Эйбл закрывает также его. Но это было явно. Имею ввиду, что могут выйти как на атаке. Быстро перетянуться на В. Потому что там не было активности в спине. И Сотвика все-таки находят. Но Довкост тут же отвечает Арту. Кстати, снайперскую винту. Вернее АВП он перестрелял только что со скаутом. Это очень круто. Очень мудро. 30 секунд до конца раунда. Пошел Роскид. Так. И вот он выход через дугу. Довкост внутри плента. Увидел Лонс. Попал по лангу. И нужно просто дальше жить. Вот делает еще один минус. Как же хорош здесь Вадим. 4 в 3 ситуация. Нужно забирать этот раунд. Виктор делает также фраг по Эйблу. 2 в 3. Большинство для Тим Спирит. 10 секунд до конца раунда. Все. Ой, такое сложно брать в итоге Колди. Все-таки погибает Сирата. Нет его уже на этой карте в этом раунде. 1 на 2 ситуация. Виня 4 хп. Сам Дайянг в итоге закрывает его. Отличная работа. Заняли здесь болото Фьюри. Опять же будет буст. Довольно часто делают команды этот мысль для того, чтобы проверить. И это результативно. Арт находит фраг по Диме. Тот был на бочках. И это уже, кстати, происходит не первый раз. Там полетели только одни флажки. Будет от него смок под себя. Там помогает имейт из девятки. Да. Неплохо. Можно дальше пройти. Сам Дайянг в смоке. И это геройство. Возможно будет от него или нет. Там Фьюри пытается прошивать. Сирата стоит за монстра. Молотом прилетает. Сам Дайянг должен выйти с этой ситуации. Пока что-то фрага не доходит. Наконец-то убивает он Арта. 4 в 4 ситуация. Как же все здесь горит в этом бенте. В итоге Солфик заброшет в блоке Эйбла. Не может дальше пройти Винни. Что ты будешь делать, Алексей? Что должен делать здесь капитан? Потому что вы, по сути, потеряли очень много времени. И потеряли много гранат. У вас вообще ничего не осталось. Ой, какая хорошая позиция. Какой хороший тайминг для Сам Дайянг. 2 в 4 ситуация. Бомбу не поставили до сих пор. Есть размен. Винни и Юри. В итоге 2 в 2. Нет преимущества. Однако тут же Довкост делает 2 отличных минуса с АВП. Это будет очень опасно сейчас. Там еще подсадка неплохая могла сработать. Правда, Довкост промазал по сопернику. В итоге Эйбл пока что не выходит. Получает по себе ХЁшку 20 секунд. Ребята, нужно двигаться. Нужно действовать. Еще и Молота будет заходить вам прямо под ноги. Солфик. Очень хорошая позиция в упоре. Эйбл делает фраг по Довкосту. Это было очень важно. Эйбл еще один делает минус. 7 секунд до конца. Минус бомба, минус 2, минус 3. Нет, 5 секунд. Успевает бомбу. Нет, не успевает. Team Spirit выигрывает 17 раунд. О, да. Сам Дай Янг после времени уже выходит, забирает Эйбл. Удаст 2 ауга есть у команды Spirit в активе. Понятно, что Фури очень много денег тратила. У них нет снайперской винтовки. Сам Дай Янг уже включается, забирает Юри. 4-5. И такое ощущение, что Фури решила, да, вот если получится выйти Юри через зиг, мы тогда будем подключаться на монстр. Но нет, в итоге у нас такого не произошло. И тут, возможно, все будет сводиться к индивидуальным действиям больше у Фьюри. Класса полетела неплохая. Дима закрывает в итоге Вини. Ну и вот так вот по одному могут у нас Фьюри отправляться в защиту сейчас. Такое ощущение, знаешь, что они просто доигрывают. Они просто доигрывают. Проиграли обидный раунд. Да, и может быть, кто-то подгорел. Арделает фраг по сотвику. Это выход уже на базу А. Здесь пока никого нет. То есть, энтри на Апленте есть, но позиции у Фури, к сожалению, нет. В принципе, есть только одна хаешка. Смог только что потратили на выход через ступеньки. Колди уже ворвался. Будет также поддержка вот еще одного бойца. Колди забирает Арта. Ну и очень сложно пройти дальше дуэту. Фьюри должна погибать здесь. Или же это будет чудо. Забирает одного Колди. По нему была информация. Да в кост мажет такой ситуации. Его все-таки отпускают. И такие атаки. Тут еще и сам Даян подходит. И как же выйти там через халпу непонятно пока что. Так, один в Фленте. Один возле Банка. Открывается. Как же опять промазали. Но все-таки угомонили этого Эбла. В итоге один к Серато. Все или ничего. Прямо сейчас. Испирит уже показывали похожий раунд. Да, и было сложно там защите. Сейчас мы посмотрим как будет обороняться команда Фьюри и Спорт. Так, полетели первые смоки. Молотов тоже под ноги. Винни будет или нет? Да, полетел. Нужно выходить уже. Там будет просвет небольшой. Сам Даян в смоке. Проходит еще кто-то. У нас нет. Эйбл закрывает нему. В итоге ситуация 5 на 3. 4. Вернее Сотфика тут еще теряет Винни. Дальше неплохо будет работать. Сам Даян включается. Эйбл падает. Ситуация 3 в 3. Как же опасно было только что. Но Винни нашли. Колди его забирает. 3 в 2. И бомба на пленте. Она до сих пор еще не поставлена. 35 секунд. Им Спирит пока разыгрывает аккуратно. Медленно. Есть информация. Верата, который перестреливает. Также Арт делает минус. Как же Спирит здесь закидывают. 10 секунд до конца бомба все еще не стоит. Тут уже сложности сами себе подвезли. В общем-то Арт вместе с тиммейтом решили просто пушить противника. Который поставил бомбу. Но дальше уже путь в следующий раунд уже с хедшотом. Активности на центре уже начинается. Молотов глубокий тоже был через банан. Такого Молотова, кстати, у нас вроде как еще не было. Но во всяком случае нам его не показывали. Фьюрия. Удалось создать эффект того, что вы пушите мидл. Будут они разыгрывать его в более позднем тайминге. Почему? Потому что сейчас идет выход на лот. Там второй номер. Юрий. И там уже пошла перестрелочка. Здесь Сирата делает фраг. Тут, короче, вообще произошло просто замешательство на всех сторон. Ребята, вы так не выходите. Если у вас перекрестный огонь, возможно, будет. Вы чекаете два разных угла. И при этом один смотрит нормально. А второй в своего тиммейта. Арт закрывает Диму. Если прилетит сюда Смок, будет очень и очень тяжело. Смока нет? Возможно, прилетит Молотов. Нет, все-таки он едет. Все. Можно было долго фантазировать. Есть Смок, нет Смока, но есть как. Шот! Как? Попал! Последний Арт все же пытается. Флажка еще одна полетит или нет. Там все закончилось. Только один Смок у Довкостона. Это не важно. Сотвик закрывает вопросы. У нас будет очередной матч-пойнт. Флажка тоже вопрос. Юрий. Полетела. Разворачивается. В итоге два мина сотни. Вадим Асотвик падает. Там же бомба была. Ай-яй-яй-яй-яй. Колди. В коннекторе до сих пор еще не вышел. Нужно прочекать абсолютно все углы, где могут находиться ребята из Фьюри и Спортс. Но в итоге ситуация плачевная. 3 в 5. Да, это красный Юрий. Да, он будет там до последнего стоять. Но с другой стороны уже подоспела помощь. Ой, Юрий. Неплохой тайминг. Прывается еще и там красным Колди оставляет. Но с другой стороны Арт не выпускает дальше этот коннектор. 4 в 3. У нас пошла перетяжечка на базу Б. Это очень важно, Виктор. Как? Сам Дайянг пришел просто в соло, пересерлял своего оппонента. Здесь нет позиции у Фурии. И Team Spirit сейчас просто могут отменить вот эти возможные вторые допы. Главное, если нужно все прочекать. Серата в коннекторе. Бомба поставлена. Есть только один наборный пузов. Ой-ой-ой-ой. И Серата врывается, забирает Колди. И сам Дайянг рывается 1-1. Ситуация в итоге против Серата. Тут неплохо откидывается Хаэд, но тот игрок защиты не спешит. Еще одна Хаэшка. Возможно это минус 4. От сам Дайянга. Да, команда Spirit побеждает. Отличная игра. 19-17. На первых допах все-таки команда Team Spirit закрыла своих оппонентов.